В арт-парк «Таинственный лес» приехал хабаровский скульптор Вадим Полин, золотой и серебряный финалист мировых состязаний. В Хабаровске его знают как автора «Мухи с пятитысячной купюрой». Вадим – автор работ из дерева, льда и металла. Этим летом мастер побывал на международных конкурсах в Германии, Финляндии и Турции, где впечатлил судей своим искусством. У нас Вадим Полин создаст две уникальные работы. Посмотреть на них отправилась наша съемочная группа. Читатель фантастических романов, философ и путешественник Вадим Полин на наших глазах создает очередное чудо из своего неисчерпаемого мира задумок и идей. Пила в руках мастера что-то рисует на деревянной доске, вдыхая в нее жизнь. Постепенно рождается космос на Земле. Очень скоро сюда, из дальних уголков галактики, спустится живая комета. Именно так называется работа Вадима. Вот она в миниатюре. В реальности же будет 4 метра. Другой необыкновенный персонаж во всей своей красе уже поселился среди обитателей сказочной местности. Знакомьтесь, межзвездный путешественник везде свой. Это такое специальное существо, которое очень хорошо везде устраивается, по всему миру, по всей вселенной. Он путешествует и где-то делает добрые дела. У него две головы, шесть ног. И он мне теоретически должен размыкаться, если ему надо, и расходиться по своим делам. То есть он может разойтись, садись вместе. Но мозг у него как бы комбинированный, соединён друг с другом. Одна часть хорошо видит, другая часть хорошо слышит. То есть они когда обвиняются, они даже лучше, так сказать, более совершенное существо получается. Везде свой вызывает симпатии, приглашает в странстве по неведомым измерениям и мирам. Сам Вадим Полин путешествует как в фантазиях, так и в реальности. Я попал, может, даже почти случайно. У меня такой был длинный арт-тур. То есть я вначале 15 дней провёл в Турции. Там было совсем жарко. С Турции сразу на самолёте в Мурманск. Через Мурманск я ехал в Финляндию. Кировский Вадим оказался благодаря давней дружбе с местными мастерами. С Олегом Ивановым участвует в конкурсах и фестивалях резьбы по дереву и льду. Мы не знали, что он будет нам предлагать, но он предложил, нам понравилось. Концепт древней цивилизации, образы научной фантастики, ну и в общем всё что-то такое нереальное, мистическое. Как только художник закончит своё дело в Хибинах, он поедет в Хабаровск. А после его ждёт международный фестиваль в Германии. На нём талантливый режщик будет ваять снежные и ледяные скульптуры вместе с нашим Иваном Локтюхиным.